Тайная жизнь Высоцкого и Цоя России пора использовать супероружие Тайная жизнь Высоцкого и Цоя России пора использовать супероружие 8 часов 22 августа 2019 года Обновлено 8-2 22 августа 2019 года РИА Новости Павел Лисицын Открытие стены Виктора Цоя в Екатеринбурге РИА Новости Павел Лисицын Виктор Мараховский Все материалы флагман мировой масс-культуры Netflix анонсировал анимационный сериал о Тайной жизни и Элвиса Пресли Для всего мира певец был простой суперзвездой Но в тайне работал суперагентом правительства США Непонятно только, ЦРУ или ЯНП Сериал будет называться Агент-Король В его создании принимала участие Пресцила Пресли, экс-супруга-исполнителя По ее словам, Элвис был бы в восторге Он с детства мечтал быть шпионом Что тут стоит отметить? В чем-то американской поп-культуре можно позавидовать Суперизация реальных персонажей некогда практиковалась во всех странах Вспомним наших богатырей, тоже созданных на основе исторических личностей Но у нас, а также в Европе и в Азии Эта способность раскачивать настоящих людей до супергероев была утрачена А американская культура сохранила ее и даже развивает 30 июля, 08.00 РИА Новости Запретит Шварценеггера и Курта Рассела, Россия получает неожиданный козырь При этом американской публикой, конечно, всегда осознавалось, что их супер и клоунада Вряд ли кто-нибудь когда-нибудь всерьез верил, что полковник Дэвид Кракет катается на крокодиле, а ковбой Пико сбил на урагане Точно так же, как едва ли кто-то всерьез когда-либо надеялся на прилет супермена в синих трусах поверх красного трика Легко понять, что Элвис-суперагент для современного американца будет такой же игрой Так вот, эта игровая вера, способность отключать серьезные щи и окунаться в шоу, пожалуй, сильная сторона американской аудитории Представим себе, что у нас анонсирован сериал о супер-разведчике Высоцком, выбирающем себе преемника и находящем его, скажем, в ленинградском пареньке Цое Количество гневных граждан, которые начнут яростно разоблачать кощунственную задумку, тут же пойдет на тысячи Собственно говоря, не нужно даже фантазировать Просто вспомним реакцию гневных хранителей на художественный фильм Т-34 Создатели позволили себе лишь немного супергероить советских танкистов, которые и так были герои Добавить их легендарному танку чуть-чуть непобедимости, а всей истории приключенчества, плюс врубили хэппи-энд Фильм тут же массово обвинили в том, что он 13 июня, 08.00.Рия новости После сериала Чернобыль обнаружен новый вид беспощадных мутантов Но самое интересное тут другое Штука в том, что сейчас, в разгар 21 столетия, вес игровой, легендарной реальности становится снова крайне велик и она вновь перевешивает реальность физическую Коротко говоря, исторически последние пару тысяч лет шла непрерывная борьба за единую для всех версию реальности Ее вела с язычеством христианская цивилизация, истреблявшая не столько язычников, сколько их многочисленных божеств и суеверия Ее вели с христианством и зарастризмом мусульманские халифы Ее вели с любой религией французские просветители и их наследники-революционеры Верх в обществе обычно одерживал тот, кто захватывал центры производства реальности храма, библиотеки, школы, типографии, редакции Или по меньшей мере контроль над ними А потом пришел интернет Вся система психической действительности получила сильнейший дар Вместо ограниченного и поддающегося контролю списка центров, где производилась реальность Их явились сотни тысяч и миллионы, причем явились по историческим меркам мгновенно 12 июля, 18.39 Культура Режиссер Бэтмена против Супермена займется аниме по скандинавским мифам Так вот, этот инфоокеан с его враждующими островками в сущности То самое язычество, с которым тысячелет билась цивилизация Многобожие это в переводе на наш язык понятие множественность представления реальности То есть множественность моралей, истории и вообще миров И чем больше этих островков, и чем дольше они развиваются, тем более они самодостаточны И тем меньше возможностей понять друг друга остается у жителей планеты И даже у жителей одной страны И в этой ситуации вопрос поддержания хотя бы какой-то единой реальности Хотя бы минимально пригодного для взаимопонимания единого языка понятия Становится вопросом стратегическим А мегапроекты, создающие общие пространства понятий для миллионов Становятся современным супероружием И да, можно ржать над тем, что Америку скрепляют в единое понятийное пространство Армия либо совсем вымышленных, либо дофантазированных до неузнаваемости супергероев Но любые настоящие герои живы, пока о них помнят А значит, чтобы наших реальных титанов помнили хотя бы через 30 лет Чтобы они не оказались тенями на фоне живущих полнокровной жизнью спайдерменов и элвисов Агентов о них уже сегодня нужно усиленно напоминать Причем так, чтобы их действительно запоминали Есть мнение, что этой цели проще добиться Сделав блокбастер о пушкине или игру о танках Чем нудно упрекая поколение ЕГЭ То есть нудеть, конечно, проще и лучше для самооценки Только толку никакого Продолжение следует...